В Москве 29 мая 2014 года прошла расширенная конференция «Информационная безопасность банков» PCI DSS 2014. В мероприятии приняли участие свыше 200 специалистов служб информационной безопасности банков, представителей регуляторов, процессинговых центров, международных платежных систем, QSA-аудиторов и компаний-разработчиков. Свой интерес к мероприятию, организованному Ассоциацией российских банков и ЗАО «Авангард Центр», проявили платежная система Visa, MasterCard и Ассоциация участников MasterCard. С докладами выступили представители ЦБ Андрей Выборнов и Вадим Кузнецов, вице-президент московского представительства MasterCard Михаил Хрущев, а также руководители служб информационной безопасности крупных банков, QSA-аудиторы и другие эксперты. Конференция PCI DSS Russia проводится уже в пятый раз, но в этом году вопрос реализации безопасной инфраструктуры платежных карт приобрел особую актуальность. Интересует, во-первых, с одной стороны, как поддерживать соответствие, то есть тонкие технические вопросы, тонкие нюансы, с одной стороны. С другой стороны, на мой взгляд, сегодня очень интересный вопрос, что делать с данным стандартом с учетом НПС, с учетом того, что будут создаваться российские процессинговые центры. То есть то, что уже принято по законам, то, что уже на данный момент сообщил нам президент, что так должно быть, то, что внутренние транзакции должны идти через российский процессинг. Соответственно, будет большой вопрос, какие там стандарты используются. Потому что те же самые карточки, все то же самое. Нужен свой стандарт. Это будет либо свой стандарт, либо мы берем PCI DSS, начинаем его использовать. Развивая национальную платежную систему на основе банковских карт, мы должны создать такую систему безопасности, которая адекватна тем требованиям, которые предъявляет PCI DSS-консул к платежным системам виза и мастер-карт, в том числе, ну и далее, American Express и прочее, прочее, прочее. К новым условиям ряд отечественных банков подойдет во всеоружии. Ведь даже требования новейшей версии стандарта безопасности PCI DSS 3.0 в крупнейших банках уже выполняются с некоторым опережением. И дело отнюдь не в угрозе штрафов со стороны платежных систем. Изначально, когда PCI DSS появился только вот в России, да, всем действительно грозили там штрафами, там, может быть, какие-то прогрессирующими. Но в итоге это не вылилось там, по-моему, не в один инцидент или, может быть, там был там единичный. Ну, сами понимаете, да, виза же не будет рубить сук, на котором сидит, да. Банки, как являясь и поднадзорами, они являются их клиентами. У многих заказчиков мы видим понимание, да, того, что хоть там этот кнут достаточно далек от них, да, но привести в порядок, да, вот в соответствии этому требуемому PCI DSS, а это действительно привести в порядок маленький сегментик. Как правило, получается в банках, да, вот этот PCI DSS карточный сегмент, да, он такой образцово-показательный, и с которого, ну, на основе которого потом выстраивают безопасность для всего банка. Ведь он же не какой-то там формальный, да, они же не выдуманные так из головы эти требования. Они как бы, ну, вот это некая практическая, это выжимка из практического опыта. Практически полезными были выступления аудиторов и банковских специалистов ИБ. Доклады и дискуссии дали участникам возможность обменяться опытом приведения систем компании к соответствию стандарту и обсудить нюансы. Выступление представителей Digital Security и Информзащита о новых требованиях стандарта PCI DSS, как их понимать и как реализовать эти требования, это самые хорошие доклады были с одной стороны. С другой стороны, выступление представителя Банка Москвы Василия Кулесского тоже затронуло меня, мне понравилось. Почему? Потому что он как бы ответил на те вопросы, которые я в следующем докладе осветил. И, в частности, вот наши выводы по тому, что нужно делать успешно для реализации стандарта PCI DSS в банках, частично совпали. Мы узнаем новые требования, мы узнаем, как люди внедряют, какие у них бывают трудности, какие у них положительные элементы, их рекомендации с практического опыта. И, соответственно, пытаемся понять свое место в рамках вот этого всего процесса приедения в соответствие. Второй темой дня стало обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла банковских приложений. Этот вопрос продолжает привлекать внимание регуляторов и сообщества. Это ближайший тренд многих лет, то, что банки будут вынуждены очень серьезно заниматься внутренней безопасностью. Банк клиентов, системы ДБО, мобильный банкинг, неважно, в данном случае, и ЦБ говорит нам ровно о том же. Сейчас как раз в ближайшее время будет принят стандарт безопасности жизненного цикла, которым систем ДБО, АБС, там не делаются различий. И этот стандарт где-то, наверное, осенью уже появится. И этот стандарт ровно говорит об этом, о том, что нужно заниматься внутренней безопасностью. Причем не только ДБО, как бы внешних систем, но и АБС, внутренних систем. Потому что это новый тренд. Потому что появляются и целевые атаки, когда банк получает по почте, там, персониц банка получает соответствующее вложение, запускает его, после этого корсчета банка обнуляется. Эта история была этой осенью. И таких атак будет все больше. Тестирование кода является обязательной составной частью проверки качества этого кода. Компании, которые развивают только разработку софта и хотят продавать в банке, они обязаны внедрять эти системы для того, чтобы гарантировать банку отсутствие бэкдоров при использовании, ну, например, там, в системах ДБУ. Да, или в системах, связанных с обработкой данных пластиковых карт, чтобы гарантировать, что в этих программах отсутствуют закладки, позволяющие мошенникам перехватывать управление этими программами. Участники мероприятия эффективно использовали площадку для обмена опытом между разработчиками, банковскими специалистами, аудиторами и регуляторами. Проблемы соответствия международным стандартам безопасности и их решения, прозвучавшие в рамках конференции, станут важной базой для организации безопасности отечественной национальной платежной системы. БИС-ТИВИ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова